Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. День волшебной мистерии. Незабываемый праздник, который бывает только раз в году. Возможность ощутить себя ребенком и вновь поверить в чудеса. Брещане круто зажигали на открытии главной новогодней красавицы. Возможность оказать помощь и поддержку сотням людей. В Бресте на погранпереходе Варшавский мост прошло открытие информационного пункта для мигрантов и беженцев. В Бресте дан старт республиканской благотворительной акции «Наши дети». В Московской администрации города Бреста прошло награждение 27 одаренных ребят, представляющих город на различных конкурсах и олимпиадах. В эфире «Бук ТВ» информационная программа «Итоги недели» и мы начинаем. Каждую зиму накануне Нового года есть события, которого ждут с особым трепетом. Для детей это день волшебной мистерии и незабываемого праздника, который бывает только раз в году. Для взрослых – возможность ощутить себя ребенком и вновь поверить в чудеса. Речь идет об открытии главной городской елки. В этом году праздник получился по-настоящему зимненовогодним. Погода способствовала созданию волшебного настроения. Сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, брестские танцевальные и вокальные коллективы, хороводы, фейерверки, выступления белорусских артистов, модный показ шубок – действы, происходящие около зеленой красавицы, одной из самых ярких и насыщенных в году. Торжество собрало тысячную толпу, которая вместе с ведущими – пела и плясала и под веселые «Раз, два, три, елочка гори» вместе с главой города Александром Рогачуком зажигала главную елку области. В атмосферу предновогодней феерии окунулись и съемочные группы нашего канала. Уже за час до открытия главной елки на площади начали собираться сотни брещан. Конечно, самыми главными зрителями стали дети, которые заняли первые ряды, но и взрослые не скрывали веру в чудо и ощущения праздника. Они с годами это не потеряли. Более того, начавшийся еще днем снегопад добавил сказочного антуража в праздничную атмосферу. Яркие огни, сказочные персонажи и зажигательный настрой – все это было в Бресте в день открытия главной лесной красавицы. Как всегда, открытию красавицы елки предшествовало масштабное праздничное действие. Настрой празднику задал Брестский городской духовой оркестр. Продолжили образцовые ансамбли и творческие коллективы города. Как и полагается, главными героями новогоднего праздника стали известные сказочные персонажи – красавица Снегурочка и Дед Мороз, появление которых смогло по-настоящему порадовать публику. Прибыли к вам из далекого севера, с далекой северной тундры, с белоснежными полями привезли мороз, метель, снег. Дедушка Мороз, не пугай брещан, еще успеешь поворозить. А вместе с Морозом мы привезли для вас зимние забавы, бодрящий румянец, новогодние и рождественские праздники, веселье и хорошее настроение. Этот праздник, дарить радость людям – очень прекрасное чувство. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть талисман принесет в Новом году удачу, только счастье. И пусть наш любимый город восцветает. Поздравляю брещан всех, желаю крепкого здоровья, всем счастья на долгие года. Брест – мой любимый город, поэтому всем счастья. Брещан и гости торжества помимо творческих номеров ждал модный показ «Брестская шубка», где представительницы прекрасного пола дефилировали по сцене, демонстрируя ту или иную модель шубы. Такой показ вызвал у многих заинтересованность. Ведь, как-никак, такой вид верхней одежды как раз актуален в зимнюю пору. Мех – это тепло. Если заглянем в историю, то сразу станет понятно. Без одежды, шкур и меха человечество не пережило бы ледниковый период. Чествовали в этот вечер и символ будущего года по восточному календарю – кролика. Вот только на сцену вышел серебряный призер – Робин. Занявшему второе место кролику совсем чуть-чуть не хватило до победы. Но по этому поводу он точно не расстраивается. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас, кто помогал, кто верил. Ваша поддержка на самом деле была очень бесценна. И то, что мы заняли второе место, мы никоим образом не расстроились. Наш пушистик тоже. Мы были очень-очень счастливы занять такое почетное место. И вот он долгожданный момент праздника. Пришло время зажечь нашу красавицу елку. Вот только волшебнику на помощь поспешил мэр города Бреста Александр Рогачук с талантливой молодежью. Когда мы в Бресте открывали елку при снеге, угадайте в каком году. 10 лет назад. 2012 год. И то он был не такой. Поэтому я сегодня вижу глубокий символизм, что мы открываем нашу новогоднюю елку в такой замечательной, классической новогодней погоде. Это хороший знак для нас всех, для нашего города, чтобы наступающий год был хорошим, успешным и, главное, мирным. Сияй! Свети! Гори! Словно по мгновению волшебной палочки заискрилась яркими цветовыми переливами главная зеленая красавица. В этом году у Брещан всех хорошее настроение, потому что год, несмотря ни на что, был удачным годом. Годом созидания, строительства, мирным годом. И я не сомневаюсь, что следующий год будет не менее успешным, чем этот. Вот почему мы стараемся украшать наш город каждый год по-новому. Мы ищем новые формы. Я не сомневаюсь, что хорошее новогоднее настроение будет способствовать нашему дальнейшему развитию. Всех с наступающим Новым годом! Дорогие Брещане, с Новым годом! Пусть у вас все ваши мечты сбудутся, особенно в новогоднюю ночь, чтобы вам подарили крутые подарки. И обязательно всегда вы были все здоровы и все у вас было хорошо. В этот вечер центральная площадь города сверкала сотнями тысяч манящих огней. Она превратилась в маленькую волшебную страну, где повсюду звучала музыка. Создавать новогоднюю атмосферу помогали творческие коллективы Бреста, театры огня и живых скульптур. А вместе с обладательницей Гран-при фестиваля «Славянский базар» Анной Трубецкой пели все пришедшие на праздник. Что это все со мной? Если я не узнала, что встречу тебя, то с нас закрыла руками глаза. Готовы? А! Все же мне не горят, а как ты рядом со мной. Не пытаясь, что нас ломят, ты такой, ты такой! А в это время по периметру центральной площадки хозяева ярмарочных домиков предлагали угощение и горячий чай. А развлекательные аттракционы и мерцающие инсталляции создавали атмосферу зимнего праздника и вызывали счастливые улыбки, признание в любви к Бресту. Ёлка вот такая в этом году! Она очень крутая! Хоть я и не местный, но лучше Бреста нету места! Сегодня очень классный вечер, классный концерт! Спасибо Бресту! Все супер! Классное мероприятие, очень весело, ярко, смешно и очень много людей собирается. Просто Брест, мне кажется, это самый такой крутой город, куда можно приехать, будет весело, смешно и классно. Несмотря на то, что декабрьский мороз дразнил и румянил щеки, никто не спешил расходиться. А гости праздника не отказывали себе в удовольствии прокатиться на зимних русских санях. Емелиной печки и веселом паровозике Деда Мороза. В этом году впервые за последние 10 лет городская ёлка зажиглась под снегопад. А это хороший знак. Значит, следующий год станет лучше, чем этот. Он будет наполнен яркими событиями, интересными встречами и новыми открытиями. Ведь в самом лучшем городе в это верят не только детишки, но даже самые серьезные взрослые. Я хочу пожелать условия всем брещанам и себе в том числе. Я хочу пожелать условия хорошей жизни. Это уметь искать и видеть хорошее. Дорогие брещане, пусть у каждого из вас будет свое чудо. Пусть у каждого из вас будет хорошее настроение. Пусть у каждого из вас будет мечта, которая обязательно сбудется в следующем году. Поэтому с наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством, здоровья, удачи и добра. Крепкого-крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого-самого наилучшего. Дорогие друзья, пусть в каждом доме царит благополучие и счастье, а в каждом сердце живет любовь. С наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом и Рождеством! С наступающим Новым Годом вас поздравляем и мы. Анастасия Мелешкевича, Эдуард Бакунович, Людмила Логодич и Андрей Щерба, Александр Воронин и Юрий Лимонтович. Вы смотрите итоговую программу на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Примером того, как общими усилиями можно помочь сотням и тысячам людей, стало открытие информационного пункта на погранпереходе «Варшавский мост». Ведь именно здесь чаще всего ищут помощи вынужденно покинувшие свои страны, мигранты и беженцы. Для того, чтобы этот островок поддержки появился, приложили усилия представители организации «Белорусский Красный Крест», ЮНИСЕФ в Беларуси и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а их инициативу всецело одобрил и поддержал Брестский горосполком. В день официального открытия инфопункта партнеры проекта встретились с представителями средств массовой информации. Людмила Логодич с подробностями. Люди по разным причинам, вынужденные покинуть свою родину, искать прибежище в другом государстве, первым делом оказываются на границе. Где искать помощи и кому обратиться, когда на руках дети, а на улице декабрьские морозы. На погранпереходе «Варшавский мост» Бресте был открыт первый в Белоруссии информационный пункт и детское пространство вместе для семей беженцев и мигрантов с детьми. Брещина, наверное, одна из первых столкнулась с проблемой прибытия беженцев с Украины. На сегодняшний день Красным Крестом нашей области была оказана помощь более 1770 людей. Это те люди, которые непосредственно обратились в нашу организацию. Понятно, что поток этих людей был гораздо больше, по данным погранкомитета, но именно те люди, которым была необходима помощь, вот мы такую статистику вели. Из них порядка 500 – это дети. И поэтому сегодняшнее мероприятие, в котором мы присутствуем, открытие информационного пункта через призму финансирования ЮНИСЕФа, оно связано с тем, чтобы максимально оказывать помощь этой категории граждан, а также детям, которые прибывают в нашу страну. На открытии инфопункта собрались представители Белорусского Красного Креста. ЮНИСЕФ Беларуси, Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Брестского горисполкома. Все, благодаря кому стало возможным открытие важного объекта в нашем городе. Брест является основной транспортной магистралью, связывающей восточную, западную Европу и страны постсоветского пространства. И действительно транзив иностранных граждан, граждан, которые ищут более лучшее место для своего проживания. Есть люди, которые сразу же, посещая город Брест, и видят определенные те условия, которые предоставляет наша страна, то есть они в том числе обращаются за видом на жительство на территории Республики Беларусь. Есть люди, которые уезжают на территорию Российской Федерации, есть люди, которые уезжают на территорию Европейского Союза. И действительно, та работа, которая сделана Красным Крестом, та работа, которая сегодня сделана ЮНСЕФ Республики Беларусь, это дорогово стоит. Люди, которые проделали долгий путь, смогут здесь согреться и почувствовать себя в безопасности, получить необходимую информацию и связаться с родственниками. Здесь же предусмотрено место для грудного скармливания и игровой уголок для семей с детьми. Мы здесь начали эту работу еще в сентябре месяца. Здесь была временная палатка. Когда я сюда приехал в ноябре, то есть совсем недавно мы увидели, что погодные условия меняются, и, конечно же, нам нужно что-то с этим делать. И мы выбрали вот это вот место, создать такой стационарный пункт, где мамы с детьми могут получить помощь и могут получить услуги, например, даже поменять здесь ребенка, памперсы, грудное скармливание. А также этот центр перенаправляет эти семьи в те услуги, которые предоставляются в Бресте и Брестской области. Это, конечно же, и психосоциальная поддержка детей, потому что дети, которые, скажем так, переезжают в другую страну, в результате конфликта, конечно же, им требуется эта поддержка, эта помощь. И на территории города Бреста у нас есть Центр социально-психологической помощи. При поддержке УНИСЕФ мы реализуем этот проект и оказываем вот эту поддержку и помощь маленьким детям. С сентября текущего года в два небольших информационных пункта на погранпереходе и Брестском автомокзале за информацией и помощью обратилось более 870 человек, в том числе 324 ребенка. Новый центр будет предлагать расширенные услуги и безопасное место для детей, что особенно важно сейчас, в зимнее время. Подобные пункты есть и в других странах – Румынии, Польше, Молдове. Теперь в этом списке появилась Беларусь. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Итоги недели. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Накануне новогодних праздников в Беларуси стартовала благотворительная акция «Наши дети». В ее рамках в Московской администрации города Бреста состоялся прием одаренных детей района. Грамоты и новогодние сладкие подарки получили 27 ребят из учреждения образования района, которые являются победителями различных конкурсов и олимпиад, а также те, кто активно принимал участие в жизни города Бреста. О том, как прошла встреча, в сюжете Анастасия Мелешкевич. Декабрь, как завершающий месяц года, всегда настраивает нас на подведение итогов и определение своего дальнейшего пути. Это касается и учебной деятельности. 2022-й не был простым для школьников Бреста. Однако молодые люди хорошо потрудились, чтобы сделать этот год годом свершений и открытий. Самые инициативные, успешные, активные, творческие юноши и девушки накануне в рамках акции «Наши дети» стали участниками торжественного приема «Одаренный молодежи», организованного главой Московского района Андреем Филановичем. По традиции, что у нас эта акция начинается, скажем, со встречи с нашей талантливой, одаренной молодежью Московского района. Сегодня здесь, в этом зале, собрали 27 человек. Это победители олимпиад, творческих различных конкурсов, спортивных мероприятий, которые также себя проявили очень значимой в общественной жизни Московского района. И у нас здесь представлены как раз сегодня ученики со всех учреждений образования, метр-школ, Московского района города Бреста. 27 ребят из школ, лицеев, гимназии Московского района. Это самые одаренные юные брещане, добившиеся в уходящем году успехов. Они образованные, талантливые и целеустремленные. А еще всегда первые. Я кандидат в мастера спорта по шахматам. У меня есть первые места по областным соревнованиям, районным. Также первые за республиканские соревнования. И после них я участвовал на чемпионате мира. Награда – это для меня еще один шаг, доказывающий, что это все не зря и стоит продолжать дальше. Меня наградили за то, что я активистка в школе. Я побеждала многие конкурсы, как и по предметам, и вокальное творчество. Это просто безумно приятно, потому что человек в школе довольно много, но выбрали именно меня. И мне это очень радует. Приближающийся Новый год стал отличным поводом отметить самых лучших и креативных школьников города Бреста. Такие встречи в рамках республиканской акции «Наши дети» стали уже традиционными. Андрей Филанович совместно с председателем Совета Московской районной организации города Бреста «Белая Русь» Владимиром Боровенко понимают, насколько важно поддерживать молодежь и общаться с ней. Мы считаем для себя также большой честью, что нас пригласили в администрацию Московского района, чтобы совместно поддержать одаренных детей. Конечно, надо их поддерживать. Они уже сами много достигли, они уже много сделали и в учебе, и в творчестве, и в спорте. Но, тем не менее, конечно, поддержка от администрации, поддержка от государственных органов, от общественных организаций, от Белой Руси, в данном случае, конечно, я думаю, будет еще дополнительно служить стимулом для того, чтобы развивать свои творческие способности и еще достичь более высоких результатов. Каждый из ребят смог попасть на такую торжественную встречу благодаря своему таланту и упорству. А потому для них было очень волнительно получить памятные подарки. Ведь это в первую очередь признание их труда и подтверждение того, что они не случайно выбрали то дело, которое им не только по душе, но и приносит свои результаты. Вот уже 12-й раз в нашей стране стартовал республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси», который направлен на развитие изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок. Из года в год здесь презентуют свои идеи учащиеся учреждений общего, среднего, профессионально-технического и средне-специального образования, а также работающие молодежь и молодые ученые. Но самое главное, что этот замечательный проект дает шанс не только представить миру свою задумку, но и воплотить ее в жизнь. Наша съемочная группа побывала на областном туре проекта и готова поделиться с вами его самыми яркими моментами. Самых креативных молодых изобретателей из всего Брестского региона собрал областной этап 12-го сезона республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Его организаторами выступили Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Ранее в регионе были проведены предварительные районные этапы, на которых из более чем 100 проектов было отобрано 46 лучших. Мы хотим вам рассказать про наш бизнес-проект. У нас есть мед, перга и пыльца. Все это продукты нашего бизнес-проекта. Все это мы производим на нашей личной пасеке. У нас уже есть интернет-сайт, на котором уже можно заказать, купить мед, купить мыло. Мы делаем мыло. Также вы на нем можете посмотреть всю продукцию нашего магазина. Там у нас есть блог о том, как мы производим, как мы готовимся, как мы делаем продукцию. Мы принесли свою установку, мобильное устройство для утилизации метана в стоячих водоемах. С детьми проделали достаточно большую работу. Хочу сказать огромную благодарность родителям, которые включились в этот проект, потому что без них бы ничего не получилось. И огромная благодарность это генеральному директору Бресту «Болгаз» Казимирчику Евгению Александровичу, потому что проект их заинтересовал. Он близок им. И сейчас с помощью их они стараются помочь нам довести наш опытный образец до 100% готовности. В чем суть проекта? Кроме диоксида углерода, это углекислого газа, в атмосферу выбрасывается еще метан. И водно-болотные угодья, которые есть в Беларуси, они также 20% выбрасывают этот метан. И мы придумали свою технологию, которую вы можете увидеть, которая позволяет утилизировать данный метан. И его можно использовать как один из источников получения метана в нашей даже республике Беларусь. В этом году экспертному совету будет очень сложно определиться, ведь на республику необходимо отобрать всего 16 идей. Все ребята достаточно интересны по разным управлениям, потому что есть две категории, которые участвуют непосредственно в участии в этих проектах. Это первая категория – это учащиеся, школьники так называют, и вторая категория – это работающая молодежь. Восемь номинаций. Каждая из номинаций является очень актуальной и интересной. Особо меня впечатлили такие проекты, которые ребята уже сориентировались сегодня с определенными санкциями, которые распространяются на республику Беларусь, и они уже нашли решение этих проблем. Хочется сказать, что проекты довольно-таки разнообразные. Они касаются и IT-технологий, и социальной сферы, и экологической сферы. Действительно, ребята достойно проявили себя, потому что таких проектов, которые, знаете, простые, становятся все меньше и меньше. На самом деле, уже областной уровень видно, что ребята готовятся. У нас есть хорошие традиции результатов на республиканском уровне. Буквально в прошлом году наши ребята из Березовского района заняли первые места на республике. Командам и индивидуальным авторам предстояло не только презентовать свои идеи на выставке, но и защитить разработки перед членами экспертного совета. Оценивалась не только актуальность темы и практическая значимость работ, но и возможность реализации, а также инновационные подходы в решении заявленной проблемы. Сегодня я представляю свою работу управления электрооборудованием прицепа, используя Android-приложение. Машина поворачивает, и здесь поворачивает прицеп. Иногда это может вызвать аварию. И при включении поворотника теперь можно будет заметить спокойно, что другая машина поворачивает, и будет все нормально, можно избежать аварию. Также бывают случаи, что человеку очень неудобно ехать назад к прицепу, и была вшита функция парктроника. То есть при движении назад с прицепом, при включении парктроника, может будет создаваться звуковой сигнал, если расстояние очень маленькое. Представляю проект под названием «Радио-дом». Дом – достоверное помещение молодежи. Суть проекта в том, чтобы создать один информационный, надежный канал для студентов, а именно сайт, на котором бы располагалась радиостанция, интернет-радиостанция, в котором бы ведущие студенты рассказывали о различных, например, мероприятиях, проходящих в нашем городе, времени работы различных заведений, все, что на данный момент интересно молодежи в одном месте. Мы представляем наш проект под названием «Загадка. Солнечная батарея». В данном проекте мы изготавливали солнечную батарею своими руками из светодиодов. Данная батарея намного дешевле, чем обычная на производстве, а также имеет стопроцентную гарантию работы. Разработки были представлены в номинациях «Энергетика», «Агропромышленные технологии и фермерства», «Промышленные, строительные и информационно-коммуникационные технологии», «Лучшая бизнес-идея», «Экология, общество и социальная сфера». Вадим Кравчук, заместитель председателя Брестского областполкома, пообещал, что каждый из проектов будет воплощен в реальную жизнь. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Декабрь всегда связан с волнительным и радостным ожиданием праздника. Но, к сожалению, снег, который так щедро выпал в этом году на Брещене, принес с собой не только предновогоднюю атмосферу, но и типичные проблемы. Снежные заносы и многочисленные сугробы создают для пешеходов препятствия к передвижению по городу. А водители общественного транспорта, зная специфику зимней работы, изо всех сил стараются сохранять самообладание. Ведь, несмотря на погодные условия, к перевозке пассажиров ежедневно должны быть доступны 59 автобусных и 8 троллейбусных маршрутов. Представители коммунальных служб города день и ночь трудятся на различных локациях, убирая последствия циклона. Это время для них, несмотря на минусовые температуры, горячая пора года. В этом году зима порадовала нас. Она явилась в своем роскошном классическом наряде и укрыла землю пушистым белоснежным покрывалом. И хотя зиме Брещане рады, а некоторые дети так и вовсе впервые увидели настоящие сугробы, справедливости ради надо отметить, что обилие снега – это всегда красиво, но далеко не всегда удобно. Зима и зима, вы поймите. Снег – это красиво. Единственное, что подходы бывают к транспорту, там сложно. Чистят – это сложно. Чистят дороги. То есть вы за классическую снежную зиму, да? Конечно, конечно, это красиво. Зима должна быть зимой. Если у меня занимала дорога, допустим, до магазина 5 минут, то теперь она у меня 15 минут занимает, потому что очень тяжело идти. Вообще с граевки сама. Ну, если вот машина проехала и бороздку сделала, тогда пройдешь, а так, конечно же, никак. Мороз и искрящийся на солнце снег должны служить поводом для зимней радости, но никак не создавать проблемы для пешеходов и водителей. На предприятии Брестский общественный транспорт о специфике зимней работы знают не понаслышке. По подготовке транспорта, ну, опять же, видим, что чистится территория, посыпается песчано-солевой смесью, дабы транспорт беспрепятственно выезжал на линию. Также вопросы связаны с электрикой, то есть выходят из строя системы электропроводки. Есть вопросы касательно пневматической системы, и это связано и с тормозами, с открытием дверей. Конденсат где-то замерзает, ну, и, соответственно, могут открываться или не закрываться двери, что уже, в свою очередь, влияет на безопасность перевозок. Но даже при таких условиях главной проблемой остается не это, а то, что приходится тратить время, объезжая неправильно припаркованный личный транспорт. Для водителей автобусов и троллейбусов зима всегда время, сопряженное с определенными трудностями. Но на городскую линию ежедневно, независимо от погодных условий, должны выйти 118 автобусов и 50 троллейбусов. Зима – это всегда для любого водителя и для любого транспортного средства, это всегда неблагоприятное условие, неблагоприятное время года. Особенно для нас, водителей общественного транспорта. Перед выездом на линию больше внимания уделяется для подготовки транспортного средства. Но особое неудобство нам создают неправильно припаркованные автомобили, как вот вы видели в этом случае. Нельзя корректно подъехать будет на остановочку. Ну и пассажиров, для высадки и посадки пассажиров. Ну и пассажиры, конечно, подходят, спрашивают, почему хорошо не подъехал там. Ну, видят, не все, конечно, такие пассажиры, но видят. Трудности, конечно, нам они очень создают. Ну и вот снег не почищенный, не вовремя убранный снег, тоже не подъедешь к остановке, некорректно подъедешь, не высадишь пассажиров. Тяжело, конечно, ну как-то стараемся и в график войти, и все. И людей понимаем, как бы тяжело не расчищена дорога, все. Ну, видим, что город чистит, очень много служб задействовано, поэтому работаем. А люди успевают садиться вот или медленнее этот процесс? Нет, конечно, конечно, медленнее. Ну вот посмотрите, тут подъедешь человек, женщина с коляской, это вообще проблема. Для расчистки снежных заносов на улицы Бреста вышли почти две сотни трудолюбивых уборщиков территории предприятия «Коммунальник». А на подмогу им выехала специальная техника. Сложно, но а что сделаешь? Работа есть работа. Хотим, чтобы город был чистый, чтобы людям было где пройти. Вчера говорили спасибо огромное, люди благодарили. Со скольки работаете до скольки? С шести утра до двух дня. Если надо, выходим во вторую смену, когда такие обильные осадки. Люди работают, уборщики сами знают, если идет снегопад, они выходят и в пять, и в четыре утра на работу, потому что пока остановки не затоптаны, переходы, им, конечно, легче на руки чистить. Но очень много у нас и обращений граждан. Небесная канцелярия щедра на снежной осадке в декабре 2022-го. На расчистку города брошены все силы. Задача номер один – вывести снег с проезжей части тротуаров и остановочных пунктов на специально предназначенные для этого городские площадки. «Были сильные снегопады в городе Бресе, выпала двухдекадная норма осадков. Усложнялась работа тем, что мы убираем, сгребаем снег, а метель все равно засыпает. Определенные были сложности. Со вчерашнего дня привлекаются сторонние организации, задействованы дополнительно до 10 погрузчиков и до 25 самосвалов для вывоза снега с центральных улиц, с остановок, с центральной площади». До праздников осталось не так много времени. И синоптики совсем не уверены, что вся эта снежная красота останется с нами на Новый год. Но даже если так, пускай с прошлогодним снегом, уйдут все заботы и печали. А в 2023 году выпадет новый, как воплощение, исполнение желаний и новых надежд. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин